Утро страны на телерадиоканале Страна ФМ Еще раз всем доброе утро, это телерадиоканал Страна ФМ Влад Кутузов, Валерия Майорова И как мы обещали, Влад, давай, твоим божественным мужским... Давай, слушай, давай вдвоем у нас в гостях сегодня прекрасная, очаровательная Рита Дакота! Всем привет, доброе утро, страна! Рита, доброе утро, крайне приятно тебя видеть сегодня рядом с нами Тебя ждали, слава богу, пробки не помешали Прибытие сюда к нам Слушай, ну как дела? Что происходит? Хотя мы и так все видим, конечно Хотелось бы от тебя подробно все ждать Хорошо дела, солнышко светит сегодня вообще еще лучше Все хорошо, все прекрасно Я вот помню, что последний раз мы видели с Ритой Как раз когда она приходила к нам и презентовала клип на песне «Полчеловека» Все было не так хорошо, я была в шапке, в очках, я помню Я говорю, ой, боже мой, доброе утро! Слушай, наконец-то лет наступил Слушай, интересно узнать, конечно, хочется зайти именно с этого вопроса Вот твое нынешнее положение, твой нынешний новый статус Это главная забота твоей жизни сейчас? Да нет, конечно С чего вдруг? Меня вообще пугают женщины, реализация которых только я ж мать Меня это очень пугает Мне кажется, что быть матерью для женщины это неотъемлемая часть Очень важная часть ее жизни, но не единственная Поэтому у меня еще есть семья, любовь, работа, путешествия Ребенок прекрасно вот ожидается как один из бонусов в жизни моей Поэтому вот советую всем как-то так относиться к этой истории Полегче? Да, не трястись, не истерить там, не запасать ползунки заранее Как-то, ну как-то понаитие, что ли Так, я так понимаю, Рита одна из тех женщин, которые косили-косили, родили, положили в сток Да, 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 я уже предполагаю, да, все варианты комфортабельных слингов в цвет концертных платьев Я из тех мамочек, кто будет таскать ребенка с собой по гриме Слушай, а кстати, я об этом читал в твоем инстаграме вчера буквально У тебя был какой-то пост, который касался того, что не ждите от меня вот только этого Да, да, все очень ждут Ждите от меня всего того же, что и было, ну чуть-чуть там соски, всякий подгузник и так далее, минимальное количество Все очень ждут мамских блогов, но не будет, точнее нет, будет мамский блог обязательно просто в довесок ко всему остальному, что есть у меня в инстаграме без того Вот я так подумала, что если ребенок будет расти по концертам и по гримёркам, значит автоматически он... Он вырастет как Влад Соколовский, который рос по гостиницам, гримёркам и концертам с группой X-MISSION Ну то есть автоматически хочешь, чтобы ребенок уже пошел по вашим... Классный человек получится, если на Ваду будет похож, кстати, могу сказать Отличный просто Слушай, а вот, кстати, заглянуть в будущее, ты хочешь, чтобы этот классный, безусловно, человек, который скоро... он стал артистом? И потому что многие же говорят, не, 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 только не артистом, вот делай, что хочешь, только не артистом Говорят, хочешь, но это несчастные, мне кажется, люди, которые так ненавидят свою профессию, что боятся такой участи своему ребенку Я вот очень своему ребенку желаю стать суперзвездой С условием, что у него папа хореограф, сам продюсер, мама композитор Да, в принципе, уже готовый проект К пяти годам будет платиновый альбом Слушай, ну это тот самый случай, когда, что называется, сам бог велел То есть тут выхода нет никакого другого света Не, мы будем развивать в разных направлениях, в спорте, в музыке, посмотрим Вдруг он захочет вообще быть физиком, ядерщиком или химиком, пожалуйста Ну это тоже круто Друзья, разговор продолжим совсем скоро Рита Дакот у нас в студии прямо сейчас, сегодняшним утром на стороне FM И, кстати, в финале часа будет премьера клипа на песню «Боюсь, что да» И, кстати, можно задавать Рите всячески приятные вопросы 8909-928-189-9 Это ватсап и вайбер, а также вк.ком Слэш страна.фм Там у нас есть уже специальный пост Да, пишите, мы ждем Я уже давно потерял счет дня Сколько их прошло, уже не знаю и сам И почти не жду, что найду ответ Ты была реальной или это мой бред? Я тебя создал по обрывкам снов С чистого листа рисуя эту любовь И в какой-то миг ощутив твой путь Думал это сон и так жалел, что проснулся Каждый день, каждой прожитый час Я видел небо в глубине твоих глаз И если это просто мой бред Я буду в нем жить, никому не открыв секрет А если ты дана мне награду То что еще мне может быть надо? Ведь я живу теперь, только если ты рядом Если ты со мной, я могу дышать Если ты со мной, жива моя душа Каждый новый вдох для тебя Огонь, сердце бьется вновь Если ты со мной Если ты со мной, мир меняет свет И других возможных вариантов нет Каждый новый вдох для тебя Огонь, нас ведет любовь Если ты со мной Со мной Если ты со мной Со мной Время для меня прекратило свой бег Мы вдвоем укрылись в нашем мире от всех Он был создан только для нас двоих В нем светило солнце, глаз бездонных двоих Страх пришел ко мне с появлением снов Я думал, что усну и мы не встретимся вновь И мир пошел ко дну и я сорвался вниз Ты ушла, оставив мне нетронутый лист Но каждый день, каждый прожитый час Я буду помнить этот цвет твоих глаз И верить в то, что холод и боль Плата за то, чтобы однажды прийти за мной Ты же знаешь, ты мое солнце Без тебя мой мир не проснется И я устану быть Если ты не вернешься А если ты со мной Я могу дышать Если ты со мной Жива моя душа Каждый новый вдох для тебя Одной Сердце бьет за мной Если ты со мной Если ты со мной Мир меняет цвет И других возможных вариантов нет Каждый новый вдох для тебя Одной Нас ведет любовь Если ты со мной А если ты со мной Я могу дышать Если ты со мной Жива моя душа Каждый новый вдох для тебя Одной Сердце бьет за мной Если ты со мной Если ты со мной Мир меняет цвет И других возможных вариантов нет Каждый новый вдох для тебя Одной Нас ведет любовь Если ты со мной Утро страны На телерадиоканале Страна.ФМ Солнечное, яркое, позитивное утро Вот знаете, такая энергетика идет Хорошая А три-то дакота Светится вся Это все, потому что я пузан То есть как-то изменилось ощущение жизни Да не, мне кажется Я без того была в дзене А сейчас вообще в супердзене Так, в супердзене Кстати, раз уж мы заговорили Про такие энергии Про незримые всякие вещи Вопрос там был интересный Вопрос, да Вопрос пришел Вопрос пришел, кстати Под твоим постом в инстаграме Да Который был опубликован Сегодня утром Спрашивают тебя Религиозный Ты, ой, религиозный Суеверный Суеверный ли ты человек? А ты, ой, как смешно Он совершенствовал вопрос Да я могу на оба ответить Если что Нет, я вообще не суеверный человек Я не верю совершенно В эти все глупости Притом я однозначно верю Что существуют люди Со сверхспособностями Но вот это вот там Замазать ребенку лицо В инстаграме Потому что сглазят Или там Ну, в общем Какие-то такие штуки Я вот в это вообще не верю Мне кажется, люди выдумали Это потому что им скучно А так у них есть Какие-то темы Слушай, ну лицо у ребенка Какие-то радикальные вещи А если вот, ну, простые То, что обычно Что это? Черная кошка перебежала Нет, я обожаю черных кошек Бабка с пустыми ведрами Перешла дорогу Супер, бабушка, молодец Ей легче тащить ведро Посмотри, меня Как всех обожает Слушай, поучитесь Как нужно относиться к жизни Ну, вот все равно Вот по поводу замазывания ребенка И, да, я девушка Мне это интересно А, неужели... Замазываете? Я еще пока не замазываю Но если что Я буду только пальчики Фотографировать Слушайте, я тут прочитала Недавно очень смешную шутку Значит, с этим С ребенком связана была Женщина выложила Свою дочь лет пять И новорожденного сыночка И замазала ему лицо Там каким-то смайликом Тигриком там Или чем-то там И подпись, значит Гениально совершенно Девушки под этой фото Ага, а старшенькая уже большая Пусть отбивается От глаза сама Это очень смешно Мне кажется, ну, тогда Можно замазывать мужу Лицо кошки Себе можно Себе, да, сглазить же тебя Я не знаю Певица Сия же не показывает Своё лицо Ну, она по другим причинам Не показывает своё лицо Сия из анонимных наркоманов И алкоголиков У неё очень сложный Жизненный путь Её лицо не всегда Удобоваримо для съёмки Поэтому Она очень Интервертированный Если можно так сказать Человек Поэтому ей легче Музыку вот так транслировать Я её очень уважаю И выборы её уважаю Вообще артисты этого Слушай, вы начали говорить Про твой инстаграм Не могу не спросить Об этом в эфире Уже Он реально образцовый у тебя Какой-то Прям вот Для меня это топ-5 Он туда может легко войти Вообще среди звёзд Блогер ты Ты много этому времени посвящаешься И с удовольствием это делаешь Или всё-таки Ну, я понимаю, что Не при поклонниках будет сказано Или всё-таки Потому что, ну, надо Работа такая Нет, я с удовольствием Очень сильно это люблю Иногда меня муж даже ругает Говорит, Рита Лучше иди Песню доделай уже Ты должна доделать Даже на песню в пятницу Доделай Ты сидишь, посты свои строчишь Люблю я это делаешь Немножечко копирайтер Немножечко слова блуд В общем У тебя же твоя страница У Влада И у вас совместная ещё есть одна И совместная есть ещё страница Мы, кстати, скоро в Ютуб переезжаем Будет большой проект То есть, я правильно понимаю Вы сидите вечером на диване И каждый в своём смартфоне Что-то пишет, пишет, пишет Да нет, во время дня Какие-то в пробке Боже мой Мы же в Москве живём Можно не тратить на это время отдельное Ну ладно, не расспрашивай Это все секреты семейной жизни Вечерняя особенность Я секреты блогера Вечерами? Как вы можете по мне судить? Мы занимаемся другими вещами Друзья, Рита Дакот Что у нас в студии сегодня утром Так что добро пожаловать К нашу компанию На Страной ФМ И, пожалуйста, задавайте Рите Свой вопрос, она ждёт Девушка по городу Шагает босиком Девушке дорогу Уступает светофор Сверху улыбается Воздушный постовой Девушка в ответ Ему кивает головой А где-нибудь за городом Идёт весенний лёд Девушке навстречу Расступается народ Девушка по Пушкинской На Лиговский в обход Следом по каналу Проплывает пароход А за окном мелькают дни Они как взлётные огни Одни заметны с высоты Другие вовсе не видны А на дворе цветёт весна Она в кого-то влюблена А этот кто-то за окном Сидит и видит день за днём Как девушка по городу Шагает босиком По скверам и по улицам Порхает мотельком Девушка ныряет через арку Напролёт Солнце пригревает сердце Девушки поёт Как за окном мелькают дни Они как птицы далеки Одни витают в облаках Другие вовсе не видны А на дворе цветёт весна Она в кого-то влюблена А этот кто-то за окном Сидит и видит день за днём Как за окном мелькают дни Они как птицы далеки Одни витают в облаках Другие вовсе не видны А на дворе цветёт весна Она в кого-то влюблена А этот кто-то за окном Сидит и видит день за днём Как за окном мелькают дни Они как птицы далеки Одни витают в облаках Другие вовсе не видны А на дворе цветёт весна Она в кого-то влюблена А этот кто-то за окном Сидит и видит день за днём Утро страны На телерадиоканале «Страна.ФФ» Ещё раз всем доброе утро! Влад Кутузов, Валерия Майорова И талантливая, солнечная, готовая обнять весь мир Рита Дакона здесь сегодня у нас находитесь Ну не то чтобы весь мир, но лучших представителей Ну не знаю, прям мне кажется У тебя такая энергетика шаражит Лучше представить мы с тобой Да, конечно, вас с радостью Вне эфир начали такую интересную тему По поводу того, что когда ты артист Нужно постоянно светить лицом Как ты к этому относишься? Не свечу, как видите Любишь тусовать-то сама, нет? Нет, я вообще не тусуюсь Со мной очень сильно сражается мой менеджер Говорит, Рита, ну какая крутая сегодня Вечеринка, мероприятие Ну вот прям надо пойти Ну реально все будут Ну вот перечисляют меня там список артистов Там половина из которых я написала песни И говорит, ну пожалуйста, пойдем А я говорю, ну слушай, ну Сереж, я реально Я не номинирована, я не пою сегодня там Зачем? Ну давай что-нибудь Я говорю, нет, не пойду, нет, не хочу То есть я такой коморочный больше человек А в пользу чего отказываешься? Что делаешь? Ну вот посидеть, пописать песенку Слушай, а вот как ты, Вечеринка, морочный человек Ты всегда была таким человеком? Или вот тусы это прошедший этап для тебя? Нет, никакого у меня не было такого этапа Никогда я не тусовалась Слушай, кота погладить, человек любит костю Слушайте, давайте отправимся в, хотел сказать, недалекое Уже далекое, наверное, прошлое Вот ведь тебя же не было, я сказал, два года Оказалось, что семь лет Да, семь лет меня не было Что, где ты была? Что ты делала все эти годы? Я на фабрике звезд была, значит, это был 2007 год Да, но это мы помним Очень сильно разочаровалась в этом во всем мире Поняла, что все так нечестно, все так несправедливо Все куплено, все продажно, все мерзко И ушла в подполье, и все И очень многие продюсеры меня пытались как-то выдернуть оттуда Договориться, выкупить с контракта Я говорила, я не хочу У меня ничего не получилось Нет, я не хотела просто То есть я искренне не хотела заниматься сольной карьерой Это при том, что постоянно говорили, что лучший голос проекта Рита Дакота Очень приятно Ну, да, спасибо, правда, приятно Но просто есть некая система координат и ценностей Через которую ты переступить не можешь Во имя популярности, успеха, чего-то еще Поэтому я приняла для себя четкое решение Что я буду только писать песни для других артистов То есть я автор, композитор, пожалуйста Вот в этом имплуае я готова фигурировать в шоу-бизнесе Как сольный артист, нет Ты прям один из немногих таких принципиальных человек С принципами, которые не хотят приступать ни в коем случае Ну, вот А что предлагали переступить-то примерно? Ну, петь всякую дурацкую музыку Выглядеть идиотски как-нибудь Ходить на передачи, которые я презираю Ну, то есть какие-то такие истории, которые мне очень притят То есть я, если на одну чашу весов ставить там популярность Вот, а на другую вот такие жертвы То, конечно, меня очень сильно эта чаша весов перевешивает Поэтому я писала песни для других артистов Писала саундтреки для мультиков, сериалов, там, фильмов И в какой-то момент просто Я посмотрела на то, что у меня в столе лежит энное количество хороших песен Прям классных песен, которые я не могу никому отдать, продать Ну, то есть это прям вот мое детище И вот ни за какие деньги не отдал Слушай, ну, получается, то, что ты делала, ведь делала абсолютно верно Потому что результат-то вот он Ну, вот и да Слушай, давайте прервем сейчас Друзья, у нас в студии Рита Дакота Продолжим разговор через несколько минут И, пожалуйста, давайте Рите свои вопросы Она обязательно ответит на них Пешеходам уже быть достало И всего, как обычно, мало Я сижу, понемногу вникаю Ну, зачем большие окна трамваю? Я думаю Я думаю Я ничего опять не придумаю Кто-то на балконе повис Кто-то быстро вверх, потом вниз Я пока рисую мосты А ты, а ты, а кто ты? Кто-то на балконе повис Кто-то быстро вверх, потом вниз Я организую мосты А ты, а ты, кто ты? У одних закипают моторы Закрывают глаза на приборы Я пытаюсь, но не понимаю Для чего людей так много китаю Но не об этом сейчас Я думаю Я думаю Я ничего опять не придумаю Кто-то на балконе повис Кто-то быстро вверх, потом вниз Я пока рисую мосты А ты, а ты, кто ты? Кто-то на балконе повис Кто-то быстро вверх, потом вниз Я организую мосты А ты, а ты, кто ты? Утром встану, умоюсь с мылом, погляжу в окно, вид, а он вак. Полистаю нет, посмотрю картинки, что меняет всё. О, блондинки, позову из Нижней Натахо, кто стучит, сосед и дед. Пять минут готов, сижу, думаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я... Ничего опять не придумаю. Кто-то на балконе повис, кто-то быстро вверх, потом вниз. Я пока рисую мосты, а ты, а ты, а кто ты? Кто-то на балконе повис, кто-то быстро вверх, потом вниз. Я организую мосты, а ты, а ты, а кто ты? Утро страны на телерадиоканале «Страна-ФМ». Еще раз всех приветствуем. Это телерадиоканал «Страна-ФМ». Рита Дакот у нас сегодня в гостях. И вот все интересные темы, они всплывают почему-то, когда микрофон выключен. Оказывается, Рита не только талантливейший композитор, певица, счастливая жена и будущая мама. Рита еще дипломированный специалист по мейкапу. Правильно? Да, и еще много чего, Рита. Рита – это большой послуженный список профессий и образований. Это было очень давно. Это было в Минске, я заканчивала лет, наверное, в 16. Школу визажа, меня еще не хотели брать. Мама пришла, за меня там поручилась. Поручилась? Да, вот, так что все. Слушай, я просто хочу спросить, то есть ты действительно как бы искала себя, ты думала связать свою жизнь с этим? Нет, конечно, любой девочке надо уметь делать себя чуточку лучше, чем есть на самом деле. Все, то есть мне кажется, что, не знаю, все мои дочери, если их будет много, они все дружненько пойдут с копом на уроки визажа и будут учиться красивые глаза себе рисовать. Классная мамка какая-то. Я не могу поддержать, девочки, ваш разговор, но я понимаю, что это круто. Мне просто мама запрещала краситься, а тут мама... А почему? Не знаю, она считала, что... В 10, наверное, она правильно делала, когда запрещала, а вот в 15 уже можно. Слушай, Рит, я хотел все-таки вернуться к песням, к творчеству. Класс. Ты же пишешь огромное количество песен для реально топовых артистов. Да. А есть у тебя разница, вот это я пишу для себя? Мне почему-то всегда так стыдно об этом говорить, я вот не знаю. А есть разница, вот ты пишешь для кого-то или для себя вообще? Конечно. Или ты просто пишешь хорошую песню, а там как пойдет уже? Нет, 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 нет. Во-первых, я очень редко пишу в стол сейчас. Ну, в смысле, у меня сейчас... Ну, я так не люблю себя, хвалить не могу. Я думаю, что им интересно, ну... У меня сейчас больше желающих артистов приобрести что-то из моего творчества, чем есть песен. То есть поэтому у меня не лежит ничего свободного. У меня звонит артист и говорит, напиши мне, что у меня есть классное. И я тогда сажусь и пишу, что у меня есть классное под артиста конкретного. То есть, например, там вот то, что сейчас альбом Светы Лабады уже дважды платиновый, и я автор половины этого альбома, автор-савтор. Я не могу вообще себе представить, чтобы я, например, песню не нужна, кроме Светы, предложила еще кому-нибудь. То есть эта песня написана специально для Светы и специально под артиста, потому что я ее безумно люблю, это вообще муза моя. Вот, то же самое, ну, не знаю, с Аней Лорак. То есть это песня, которая специально под ее голос, и я не представляю, кому еще можно было бы ее предложить. И тут такой момент, когда спрашивают, а не жалко ли тебе отдавать песни. Я всегда привожу в пример каких-нибудь дизайнеров мужского пола, типа, не знаю, Майкла Корса, он же наверняка шьет себе костюмы сам, но он не ходит в платьях с подиума, которые там сам создает, и коллекции, которые отшивают, он не носит их по вечерам перед делками. Блин, жалко, Николь Китман подарил, надо было пойти самому. То есть тут такой момент, что я не могу себе вообще представить себя, поющую эти песни. То есть это абсурдно и вообще, то есть это не про меня, это выдуманные истории, либо это истории артистов конкретные. А что касается моих песен, у меня были темы, когда мне предлагали безумное количество денег. Мне даже угрожали однажды, требовали песню отдать артисту, крупный очень продюсер, крупный медиамагнат, скажем так, и я не отдала. Вот, поэтому, ну, я говорю, это мой ребенок, отдайте мне своего ребенка и собаку, мне тоже они очень нравятся. Вот он, друзья, настоящий характер. Рита Дакот у нас в студии, друзья, вернемся к вам совсем скоро, сейчас небольшой перерывчик у нас. Я в истерике кружилась мама Валя, на заднем фоне замер папа Толя, в радиусе метров оцарился жесточайший хаос, когда всем понятно стало, сын остался без диплома. Мама, не кричи, хватит плакать, не смей. Я не спорю, надо, но послушай, отец есть. У меня своя волна, и на своей волне меня где-то поджидает успех. Боже, как хотел я увидеть свет, и как посчитал бы нужным жить мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне, вдруг увидел солнце и тогда себе сказал, «Я выбираю жить в Каип!» Это был сон, в котором я не прогорал, не огорчал родных и не нуждался ни в чем В котором мне не пришлось скрывать глаза и лгать давним знакомым Мол, в жизни моей все хорошо, в моем рюкзаке пару маять носки И пускай начало оставляет желать лучшего Все, кто меня помнит, знают, я не был таким, а значит и у вас получится Ведь все, что я хотел, это видеть свет И как посчитал бы нужным, жить мечтал И вот однажды, как обычно, я летал во сне Вдруг, услышав музыку, я сам себе сказал Я выбираю жить в Каив 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 Вот же как хотел я увидеть свет И как посчитал бы нужным, жить мечтал И вот однажды, как обычно, я летал во сне Вдруг увидел солнце и тогда себе сказал Я выбираю жить в Каив Утро страны. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Продолжаем наше утро. Поступил у нас вопрос от слушателей НИЦИ. Да, который зовут Виктория. Виктория спрашивает, Рит. Рит, опишите, пожалуйста, свои три хороших качества и три плохих, на ваш взгляд. Заранее большое спасибо. Я помню, на «Фабрике звезд» у нас был психолог Курпатов. Мы его называли наш любимый телеврач. И он запрещал нам в интервью отвечать на такие вопросы. Почему? То есть он как наставник наш запрещал, но говорил, что это ужасно, когда артист говорит про свои плохие качества или когда кичится хорошими. Лучше пусть прямо кто-нибудь другой говорит. Запрет действует и по сей день? Нет, конечно. Он никогда не действовал. Я говорю, что хочу. Простите, пожалуйста. Я начнем с плохих, да? Да, да. Я ленивая иногда бываю. Ой, очень просто. При том, что я достаточно обязательный человек. То есть если мне прям по работе надо что-то сделать, я это выполняю супер в срок. Вот. Но есть такое понятие прокрастинатор. Вот это про меня. Я реально могу. Вот мне дают месяц на выполнение какой-нибудь работы. Я 30 дней просто прогуляю и последний сяду и сделаю. Студент. Вот. То есть вот я прям, вот это прям точно про меня. До последнего дотяну. Нет, мы сейчас, конечно, хотим тебе верить, но с трудом это делается, потому что ты настолько активный человек. Это правда. Я очень активный человек, но я такой раздолбаюсь жуткий просто. Пока мне 500 раз не напомнят, я не это, ну. Но у меня для этого есть люди, которые, у меня есть чатик в WhatsApp, который называется «Пенальня». И там меня пинают разные люди. Там менеджер одного проекта, менеджер другого. Вот там-то, получается, вот этих волшебных всяких. Там куча волшебных людей, которые дают мне волшебного пенделя. Вот. Это два отрицательных качества. А третье? Да, может быть, хватит два. Это было одно. Это было одно. Может, хватит. Давай, слушай, три хороших уже. Ну, я еще, например, не очень люблю убираться в квартире. Это хорошая качество. У меня с этим реально проблема. Прям я ненавижу. Я прям понимаю, что я потеряла столько много энергии, я бы могла пойти за это время заработать много денег. А так я мыла посуду. Вот. Ну, то есть не люблю я это делать, честно признаюсь. Прости, муж. Но у нас зато есть человек, который этим занимается за меня. Ну, давайте про хорошее уже. Три хороших качества Риты Дакоты. На ее же взгляд. Я не знаю ее, что хвалить-то сложнее, чем критиковать. Что мне про себя сказать? Я хорош. Она очень красивая, очень талантливая. Ну и третья какая еще. Очень смелая. Она очень смелая. Спасибо. Класс. Вот это мне нравится, когда про меня говорят, а не я. Ну, правда. Вот и бывают люди, они приходят и начинают. Я там, мне сложно быть с собой довольной. А Рита еще в первый раз, когда она пришла, она меня поразила этим. Она сказала, я знаю, что все, что я делаю, это гениальное. И чтобы мне что ни сказал, я с этого пути не сверну. И тут даже момент не в том, что она в себе очень уверена. Она уверена в том даре, который ей был дан. Нет, я не говорю, что я гениальна ни в коем случае никогда сама. Я очень стесняюсь этого и очень краснею, когда мне говорят. Но я точно уверена в своей музыке. Вот это я могу точно сказать, что эта музыка очень качественно сделана. В нее вложена душа. Она сложная, она многосоставная. И, короче, люблю я ее сильно. Вот. А мы вот за этим спорить совершенно не будем, потому что знаем, что это правда есть. Причем сказанное устами человека, который все это дело делает. Рита Дакот у нас в студии. Друзья, вернемся к вам совсем скоро. Сейчас у нас небольшая музыкальная пауза. Я хочу запомнить, как смята постель. Как ты одеваешься там в темноте. Как уходишь призраком, молча, не прощаясь. Дописали мы свой роман про любовь. Не хватает лишь пары слов. Посиди со мной, поговори со мной. Я хочу запомнить, как падает снег. Медленнее обычного падает снег. Как душа по комнате бродит обнаженной. Скоро заслужит эго нового дня. Начинай его без меня. Не буди меня. Освободи меня. Смерть так для кончен. Каснет свет. И многоточий. Больше нет. Останови музыку. Смерть так для кончен. Я буду такой, как ты не хотел. Сделаю с другими, что ты не сумел. Я порву последние нити между нами. Мокрые глаза, заслоняй рукой. Я прошу тебя, бывший мой, посиди со мной. Поговори со мной. Поговори со мной. Смерть так для кончен. Поговори со мной. Поговори со мной. Смерть так для кончен. Смерть так для кончен. Смерть так для кончен. Смерть так для кончен. Больше нет. Останови музыку. Поговори со мной. Смерть так для кончен. Смерть так для кончен. Каснет свет. И многоточий больше нет, Останови музыку, Спектакля кончен, Эпиэнд, Спектакля кончен. Утро страны. На телерадиоканале «Страна.ФФ». Ну, а у нас в эфире никаких спектаклей, у нас реальная жизнь, реальные беседы по душам. Рита Дакот в студии. Доброе утро. Привет, привет. Слушай, ну вопрос, конечно, который девчачий, по идее, но я ее уже задам, поскольку она строилась, мне тоже интересно. Ну ты фантастически же выглядишь. Ну прям совсем же. Спасибо, поднимаю. Вот это тяжелая работа все-таки, я думаю, что многим интересно. Или вот папе с мамой спасибо просто, потому что вот я такая, как есть, и как бы ничего мне делать не надо. Слушайте, ну можно в интернетах даже поискать мои метаморфозы физических преображений. Если посмотреть, какая я была после фабрики, это плюс 10 килограмм. Серьезно? Да, от того, какая я сейчас, будучи беременна, кстати говоря. Вот, то есть это реально методом проб и ошибок. То есть я в своей жизни отсидела, мне кажется, на всех существующих диетах, отзанималась во всех существующих спортзалах, всякие кроссфиты, всякие сложные тренировки, все остальное, и это вообще не работает. А что работает? Пока не настроится голова, ничего не сработает, все от головы, это правда так. То есть вот, ну, я из тех людей, кому можно 3 часа, например, объяснять, как водится мотоцикл, я потом сяду и поеду. То есть мне даже практики не надо, если я понимаю теорию, где что включается, что надо делать. То есть мне кажется, что с телом такая же история, если ты теоретически понимаешь, какие продукты круто влияют на твой организм, какие не круто, какое движение подходит тебе, какое только твои суставы уничтожает. То есть у тебя начинает все работать очень легко. То есть я легко могу поесть в Макдональдсе или поесть булку или пиццу или чипсы с пивом, и ничего, это вообще никак не отражается на моей фигуре. Ребята, что она говорит вообще? Мы не понимаем этого. У нас, на самом деле, мы сделали проект недавно, да, мы недавно совершенно сделали проект с моей подругой детства, это моя школьная подруга, с которой мы, собственно, вот, не знаю, классы с четвертого или с пятого на первую диету вместе сели, чтобы драться с старшеклассником. И тоже толстели-худели вместе, там, и все остальное. И она у меня дипломирована, в отличие от меня, в этой сфере специалисты, нутрициолог и фитнес-инструктор. Поэтому она чуть более углубленно это знает. Я это знаю как азартный человек, как человек с энтузиазмом с огромным и с аудиторией. Рей, слушай, кому это интересно, скажи быстренько, как это все найти? А можно по хэштегу просто «Дружу с телом» у меня на странице все почитать об этом? Там миллион бесплатной информации есть, пожалуйста, приходите к нам. Посмотрите на Риттудакод и поймете, что вам есть к чему стремиться. Спасибо большое. Мы весь час стремились к премьере, премьера у нас прямо сейчас будет, минута через... Через 30 секунд практически, Ритт. Ну, пару слов по поводу песни «Боюсь, что да» и по поводу клипа, который сейчас мы посмотрим. Ну, это, наверное, одна из самых личных вообще, если не самая личная моя песня. Вот, я очень не люблю объяснять творчество. Мне кажется, если его стоит объяснять, значит, они очень хорошие. Мне хочется верить, что мое хорошее, поэтому надо слушать просто песню, смотреть видео и все поймете. Ну, как многие люди говорят, если бы я могла объяснить, я бы написал книгу, например, да, как вариант? Я бы не писал песню. А так песни есть, собственно, слушайте и все поймете сразу. Так, сейчас у нас премьера, ну а мы закругляемся, между прочим. Да, Рита Дакота, прекрасная, очаровательная, совершенно волшебная была у нас в гостях. Спасибо тебе большое, что проснулась так рано и к нам сегодня порешила. Мне понравилось. Приходи еще, пожалуйста. Прямо сейчас новая песня, новый клип «Боюсь, что да», друзья, будем слушать и смотреть. Лера Майорова. Влад Кутузов. Увидимся и услышимся завтра. Пока-пока. Емитрак Кабыч, пока счастливо всем. Лучше пускай алкоголь, лишь бы что-то по венам текло. Если пусто, да дожна ты, тихо-тихо внутри, я снова боюсь темноты. Лучше пускай меня рвет и пульсирует между висков. Если шамы под рукава и больно не на словах, то значит еще жива. Лучше пускай меня рвет и пульсирует между висков. Лучше пускай алкоголь, лучше, да не последний огонь. Что в конце туннель отвестит? Мне так нужен этот свет, его хватит на сотни лет. А ты же тебя больше, чем все. А ты сильнее, чем было ты есть. Будешь нужен кому-то еще, и боль подеснить им течет. Лучше не, лучше, да. Будет ли кто-то любить тебя? Ты так красиво, как любила я. Боюсь, что ты, боюсь, что ты, боюсь, что ты, боюсь, что ты, боюсь. Боюсь, что ты, боюсь, что ты, боюсь, что ты, боюсь. Боюсь, что ты, боюсь, что ты, боюсь, что ты, боюсь. Боюсь, что да Боюсь, что да